Греция. Германия. Швейцария. Ура. Это так. Продолжайте, Алин, извините. Это определенный интерес всего мира к изучению пчел и биоразнообразия. Да. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Алекс, у вас есть видео для нас, верно? Алекс на самом деле уже воспроизвел видео, так что вы можете перейти к следующему слайду. Хорошо. Спасибо вам, ребята. Так что мой долг просто ознакомиться с инструкциями. Я знаю, что большинству из вас, ребята, на данный момент хорошо известны правила, но для тех из вас, кто делает это в первый раз, давайте обновим их. Вы будете отключены на время вебинара, просто чтобы убедиться, что у всех будет хороший звук, чтобы мы могли насладиться этим замечательным вебинаром. И, пожалуйста, задайте свой вопрос участникам дискуссии в разделе вопросов и ответов Zoom. Так что этот вариант должен быть для вас предельно ясен. Если нет, просто введите свой вопрос в чат, и наша команда поможет вам в этом. Вы можете общаться с другими участниками чата, но, пожалуйста, будьте вежливы. Мы здесь для того, чтобы насладиться этим замечательным моментом, многому научиться и насладиться этой замечательной сессией. Поэтому просто хочу дать краткое, извините, краткое представление о том, что мы сегодня увидим. У нас будет пятиминутное краткое введение, что мы уже делаем. Затем у нас будет около 55 минут презентации пчелы в биоразнообразии с Сони Копайн. Она президент и основатель B Foundation. А затем мы перейдем к обсуждению вопросов и ответов еще примерно на 60 минут. Не мудрству и лукаво, сегодня мы имеем удовольствие представить вам Соню Копин. Она директор фонда B Foundation в Нидерландах. Сегодня здесь присутствует доктор Элейн Ингхэм, основатель почвенный микробиолог веб-школы Soil Food, и я ваша ведущая на сегодня. Так что Соня и Элейн, если хотите, давайте начнем с Сони Один Стрит, если вы хотите представиться нашим гостям. Да, большое вам спасибо. Я рада рассказать вам кое-что о пчелах и биоразнообразии сегодня. Сегодня вечером. Здесь сегодня вечером. И через несколько минут я дам вам еще одно представление. Элейн? Вот и все. Я отключена. Кнопка сработала для всех. Итак, я основатель школы почвенной пищевой сети, где мы пытаемся понять всю эту сеть под землей, как это влияет на устойчивость растений, биоразнообразие, как на самом деле происходит круговорот питательных веществ в почве, как мы можем удерживать воду, получая правильные наборы микроорганизмов, восстанавливающих структуру. Существует около 11 всеобъемлющих принципов, о которых мы говорим в веб-школе Soil Food. Так что приходите и присоединяйтесь к нам на базовых занятиях, чтобы вы тоже могли узнать и понять, насколько важна вся эта биология. И, конечно, что касается пчел, то с точки зрения микробиолога пчела абсолютно замечательные такси. Они доставят вас куда угодно. И мы рады, что Джон до сегодня с нами. Джон, не хотите ли вы сказать за нас несколько слов? Привет от полицейского 15 в Монреале. Я собираюсь приглушить звук, потому что здесь, в зале для прессы, довольно громко. Но спасибо, что пригласили меня. И я рад быть здесь. Большое спасибо. Мы всегда рады вам помочь. Не мудрствуя лукаво, давайте начнем презентацию сегодня. Сони, примите участие, пожалуйста. Да, вы можете продолжать. Я думаю, следующий. Хорошо. Да, значит, Джон уже представил его. Он сегодня в полиции, но мы повсюду видим, что мы находимся в плохой форме, так как это касается биоразнообразия. И я представлю кое-что о пчелах в связи с биоразнообразием. И я очень рада это сделать. Так что давайте продолжим. Пожалуйста, следующий. Я хочу начать с того, что задам вам несколько вопросов. Пожалуйста, первый вопрос. Итак, сколько видов пчел существует во всем мире? Что вы думаете? Вы должны быть в состоянии увидеть пул, появляющийся на вашем экране, если вы хотите это поместить, но у нас много двоек, несколько двоек. Да. И мы должны вытащить. Да, у нас большинство из них на букву D. C как раз приближается. B тоже начинает догонять игру. Так что у нас около 34%. О, это меняется. Хорошо, хорошо. Это появляется. Я даже читать не умею. Хорошо, теперь все стабилизировалось. Таким образом, у нас 35% пчел на букву S, 32% на букву D, 28% на букву V и 7% на букву A. Итак, у нас 20 видов пчел в мире по всему миру. Так вот, о чем мы сегодня говорим об этих 2020 годах. Следующий слайд 20, извините. Следующий слайд 20, извините. Да. Следующий. Так сколько же из них делают мед? Это только один вид или более 500 видов? Или все они производят мед? Так что толчок возник снова. Мы снова участвуем в гонке. Хорошо. Большинство на данный момент составляет более 500 человек. На втором месте только один вид пчел. Все они производят мед, идет на третьем месте. Все еще наверстывает упущенное, цифры меняются. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так ответили почти 70% участников. Хорошо. Так каков же главный ответ? Да. Хорошо. Таким образом, конечный результат 57% с 500 видами, более 500 видов, 27% с одним только одним видом. Вот это мы и видим. И 60% с тем, что все они производят мед. Да. Вот это хороший ответ. Итак, у нас есть один вид медоносных пчел. Но у нас есть более 500 видов пчел без жала, которые также производят мало меда. Но это не в рекламе, это не коммерческий мед и не тот мед, который продается в коммерческих целях. Хорошо, хороший ответ. Последний. Так почему же пчелы важны для биоразнообразия? Какой процент всех растений зависит от опыления для получения семян? Так что же вы думаете? Хорошо, пока 80% выигрывают гонку. Это появляется. Все еще 80% выигрывают игру. Хорошо, стабилизируемся. 80% все еще выигрывают игру. Хорошо, это отличный, отличный ответ. Это 87% всех растений подвергаются опылению насекомыми. Так что это хороший ответ. Отлично. Так что давайте продолжим. Хорошо. Да, следующий. Следующий слайд. Хорошо, я скоро представлюсь. А я Сона. Я родилась в Улье. Вы видите это на фотографии. Так и было. Мой отец был пчеловодом. Поэтому он сделал эту корзину. Этот сценарий для меня, как он делал свои ульи. И в детстве я всегда любила пчел, но также и местные виды, не зная, насколько важны эти растения для одиноких пчел. Затем я начала учиться в университете Вахеннингера. Я изучала экономику сельского хозяйства и экологическое сельское хозяйство. Я была очарована столкновением между землей и экономикой. Уже в 90-е годы это было проблемой, а не только сейчас. Так вот почему я тогда пошла учиться. А после этого я работала с фермерами. Я несколько лет работала в Перу, а затем в Восточной Африке. А теперь я уже более 15 лет работаю в Нидерландах у себя на родине. И с 2012 года я начала работать тренером по натуральному пчеловодству. А затем довольно скоро, в 2015 году, я начала тренироваться по одиночным пчелам, диким пчелам и биоразнообразию. Я помню первый мастер-класс, который я провела по пчелам и червям. Это было в 2015 году. Это было в Амстердаме, где я встретила Джона Лью. И с тех пор мы работаем вместе. Да, следующий слайд, пожалуйста. А затем, в 2015 году, я основала фонд Б. И то, что мы делаем, это, по сути, повышение осведомленности об опылителях и среде обитания для опылителей. Таким образом, мы даем образование. Мы много работаем со школьными классами, а также со студентами и, да, деловыми людьми. И обучая их, мне нравится всегда выходить на улицу и заниматься посадкой деревьев и кустарников. И иногда мы называем это тем, что отдаем эти вещи. И это в основном, если мы хотим, если нам нужно присутствовать на политическом поле. Так, например, мы многое сделали в европейском руководстве по пчеловодству, где все еще используется много пестицидов, которые очень вредны для пчел. Так что это, по сути, то, чем является область пчеловодства. И мы всегда используем пчел, как я это вижу, поскольку они являются окном для связи или воссоединения с природой. Так что это да, для многих, очень многих людей они являются входом туда, где они легко могут установить контакт и для чего они хотят что-то сделать. Мы не знали, когда начали это делать, но осознание этого растет, растет и растет. А также то теплое сердце, которое люди питают к пчелам. Пожалуйста, следующий слайд. А на другом слайде были какие-то призы. Мы выиграли довольно много призов за свою работу. И это тоже было в призе о больших данных для пчел. Здесь вы видите меня с министром сельского хозяйства. Она в левой части снимка раздает цену на большие данные для пчел. Мы сделали игру для пчел и биоразнообразия. Следующий слайд. Хорошо. Пчелы и биоразнообразие. Все дело в птицах и цветах или в птицах и пчелах. Что вы скажете в Соединенных Штатах? Птицы и пчелы. Здесь, в Нидерландах, мы говорим, что все дело в пчелах и цветах. Иначе в наши дни мои дети скажут, что все дело в сексе, мама. Следующее. Да, у меня есть оговорка, которую я хочу сделать. Это то, что я в основном использую голландские данные. У меня не так много международных данных. Они там будут, но у меня их нет. Но биологические процессы, они будут международными. Так что проценты, они будут отличаться в разных областях. Но как они живут, мы это увидим. Да. Следующий. Кто они такие? Пчелы. И из всех видов животных две трети насекомые. Так что это невероятное количество насекомых на Земле. И у нас есть 20 видов пчел по всему миру, из которых один производит мед, не считая 550 пчел без жала, которые производят мало меда, и 250 — это шмели. А остальные — одиночные дикие пчелы. Значит, они живут сами по себе. Следующий слайд, пожалуйста. И я начну с этих диких пчел. И они могут быть очень маленькими, а могут быть размером около 2,5 см. Вот это, что у меня на пальце, довольно большое. Оно не очень маленькое. Некоторые меньше желтой сердцевины цветка маргаритки. Такие действительно маленькие. Повторите, пожалуйста, следующий слайд. А потом все дело в сексе. Здесь вы видите этого самца с самкой под ним, и эти самцы всегда рождаются первыми. И когда они рождаются, когда они рождаются, они летают как сумасшедшие вокруг цветов в поисках самок. И они рождаются немного позже весной. Следующий, пожалуйста. А затем, если они спарили этих самок, они снова начинают строить свое гнездо. И каждая самка — королева. Так что каждая самка откладывает яйца, и каждый взрослый рождается сиротой. Так что они никогда не увидят своих матерей. И большинство гнезд они устраивают в земле. Итак, здесь вы видите гнездо в песчаной почве в дюнах Нидерландов. Пожалуйста, следующий слайд. А здесь вы видите, как она роет гнездо или вход в гнездо. Она уже сделала гнездовую камеру. И теперь она идет с большим количеством пыльцы на ногах, уходя в почву. И видите, мне повезло, что она меня не видела. Им действительно не нравится видеть людей вокруг. И они так молчат. А вы можете ждать и ждать. И мне трудно увидеть их снова. Но здесь, в Нидерландах, более 70% гнездятся на земле. На международном уровне я не знаю. Но здесь только 10% варят в этих пчелиных отелях, которые в настоящее время сделаны для них. Но когда они ищут место для гнезда, они всегда будут искать солнечные места. В некоторых местах они действительно восхищаются червем, и им нравятся открытые места. Поэтому им нравятся места, где нет ни травы, ни других растений. Иногда это могут быть травы, но это не должна быть тяжелая биомасса. Тогда они не роют там гнезда. И тогда они не улетают далеко, так что им понадобятся цветы на расстоянии от 150 до 500 метров от их гнезд. Так что они действительно отходят максимум на полкилометра от своего гнезда, чтобы поискать цветы. Так что в этом есть преимущество. В том, что в небольших местах, небольших по своей природе, может содержаться много одиноких пчел. Но когда у вас меньше цветов, им очень трудно переезжать, переезжать в другие места, чтобы найти достаточно цветов, а также самцам перескакивать в другие пчелиные оазисы, чтобы найти самок для спаривания. Это следующий слайд, пожалуйста. И здесь вы видите гнездо изнутри. Это внутри. Как бы вам это сказать? Вы видите яйцо. Может быть, вы сможете помочь нам найти яйцо, указав на среднее. Вы видите второе яйцо, вы поняли. Да, это то самое яйцо. И яйцо положено на чайную ложку полной пыльцы. Так что это пыльца, цветы яблони. Я была там, когда она строила гнездо. А потом она принесла полную чайную ложку пыльцы. Она работает над этим почти целый день. Поэтому она начинает с утра, когда становится тепло, а потом работает, собирая пыльцу до 2-3 часов. А затем кладёт на неё одно яйцо. А потом она ищет материал, почву, чтобы покрыть это гнездо, эту комнату. А затем на следующий день она снова идёт за чайной ложкой пыльцы. И таким образом она отложит около 20 яиц за свою жизнь. В итоге вы видите пчелу, входящую с пыльцой. Да, вот она. Так что самка всегда откладывает около 20 яиц. И последнее яйцо подряд — это самец. Мужское яйцо. Таким образом, вы можете сказать, что самцы защищают яйцеклетки самок. Но также, когда другое животное придёт, чтобы полакомиться этими милами, сочными личинками, они заберут их с мельниц. Так что они окажутся в проигрыше, если другое животное придёт, чтобы полакомиться ими. Но они защищают самок. Это хорошо. Так что следующий слайд, пожалуйста. И здесь вы видите, как рождается один новый. Если личинка съела всю эту пыльцу, то она становится куколкой и остаётся под землёй, как семена. Так что в основном, если вот эти откладывают яйца в мае, то куколки готовы в июне, и они откладываются как семена до следующего года мая. Эти яблоневые цветки снова цветут, а затем вылупляются. Так что на самом деле большую часть своей жизни они находятся в земле. Да, следующий слайд, пожалуйста. А затем они цветы, так важны для кормления этих личинок, потому что это вегетарианские белки. Таким образом, пыльца — это белки, и это пища для личинок. И большинство из них питаются пыльцой семейства астровых. И следующий слайд, пожалуйста. Пейства петрушковых. Следующий слайд, пожалуйста. Или семейства бобовых. Следующий слайд, пожалуйста. Или семейства лобелумов. Итак, это семейства с огромным разнообразием цветов, и большинство пчел либо направляются к ним, либо связаны с одним конкретным семейством в частности. Рядом с этим они также направляются к цветам в кустарниках, кустарниках и деревьях. Так что это наши единственные луговые цветы. Следующий слайд, пожалуйста. Да, но некоторые личинки, они уже сидят на диете, даже когда они личинки, когда они молоды, молодой ребенок, даже не пчела. И они едят только пыльцу с одного конкретного цветущего растения. Так, например, этот милитанский ничиганс. Эти личинки едят только эту зеленоватую пыльцу с этого цветка. И никаких других цветов они не едят, хорошо? Мамы едят, или личинки могут быть счастливы, что их мама знает об этом. Поэтому она будет искать только эти цветы. А это значит, что когда этих цветов там нет, нет никаких шансов, что этот вид пчел там живет. А у вас все наоборот. Если эти цветы иногда полностью зависят от одного вида, но в основном виды пчел полностью зависят от одного цветка, как эти черные мелиты. Следующий, пожалуйста. Да, и если вы способны пролететь примерно 250 метров от гнезда до цветов, то вам нечего есть, если вы живете в Нидерландах и у вас такое сельское хозяйство. Это наш знаменитый ароматный болдер. Так что представьте себе влияние монокультур. И, по сути, они едят то, что им нравится. Что им нужно, так это местные цветы. И они не знают, что мы называем эти сорняки. Поэтому я приглашаю вас с сегодняшнего дня по-другому смотреть на пшеницу вокруг вас. В моей жизни произошли большие перемены, потому что я была в своем саду. Всегда срезала или вырывала одну конкретную пшеницу до того момента, пока не узнала, что существует 27 видов одиночных пчел, живущих только на этом цветке пшеницы. А потом я смогла посмотреть на это глазами пчел и сказать «Вау, вы хорошая еда». Так что с тех пор я даю ей еще и место. Она не может расти везде в саду, но в некоторых местах она должна расти. Следующее, пожалуйста. Да, у меня есть видео, в котором рассказывается о том, что я вам сказала, и оно на голландском языке, так что вы можете продолжать свои упражнения по голландскому языку. И это в датчике, так что вы можете продолжать свои упражнения по голландскому языку. Это в датчике, так что вы можете продолжать свои упражнения по поводу одиночных пчел, так что вы можете продолжать свои упражнения по поводу одиночного количества. Это насекомые. Насекомые. Залив, залив и пасьянс, пасьянс в народном пасьянсе и лось будет. Пасьянс в народном пасьянсе и лось будет. Слово, слово тоже приходит и помечает гнездо. И поэтому у них есть стержень и составной блюм из блюма. От 100 до 500 метров. Как это влияет на монокультуру? В отеле. Так оно и есть, и вы можете увидеть это здесь, в отеле снаружи. И вы можете видеть, что там есть, а затем вы можете открыть дверь. Это очень маленький т-лепел пол. Этот отель идеально подходит для 11-сантиметровой длины, а последний – менеджер. Это насекомые класса «Все звезды» и рядышком менеджеры. И менеджеры через 4 года весной. А затем личинки, и это личинка из семейства. И так далее. И еще раз. И так далее. 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 Они не очень хорошо переносят более теплые температуры, но они очень хорошо справляются с холодными температурами. Если у вас есть королева, она живёт одна и впадает в спячку в сухой сезон или зимой, так что она тоже останется. Она в основном живёт под землёй в мышиной норе или в торговом центре, где зимует. А когда наступит весна, вы увидите, как выходит только королева шмелей, и она в одиночку строит гнездо. Она строит гнездо самостоятельно. А затем она кормит первые поколения личинок, которые становятся первым поколением шмелей, и это первое поколение немного меньше. Так что они не получали так много пищи, чтобы действительно стать большими взрослыми. Так что вы можете заняться следующим. гнездо. А у них в гнезде от 200 до 300 самок. И они начинают помогать этой королеве и добывают корм примерно на километр вокруг этого гнезда. И в конце сезона рождаются новые королевы на следующие годы, а также самцы-трутни. И там производится спаривание с трутнями из разных колоний, сделанными с новыми королевами. И эти королевы затем впадают в зимнюю спячку и выходят в следующий вегетационный период. Так что вы увидите, что период их гнездования составляет несколько месяцев с весны по лето. Так что это довольно длительный период, и у них много особей. Поэтому им нужно много пыльцы и нектара в течение всего этого времени, чтобы прокормить следующих новых маток, прийти к новым маточкам в этом процессе. И это также означает, что шмели являются наиболее исчезающим видом. В Нидерландах у нас 31 вид, но из описанных у нас 27 видов, 17 занесены в Красную книгу. Так что их несколько, почти столько же, сколько в Англии Германии и Франции, цифры могут немного отличаться, но это связано с их образом жизни, в котором они так долго нуждаются, пыльцой и нектаром, чтобы принести новую королеву. Значит и эти королевы живут всего один год. И изменения в сельском хозяйстве, а затем главным образом изменения в пастбищах, вызывают у них самую большую проблему. Поэтому они в основном скучают по клеверу. Следующий слайд, пожалуйста. Это также единственная часть, которую я могу рассказать вам о Шмел, и мы можем перейти к небольшой части видео. В зимнем дворце и снег, и посох, и нектар, и на ноге. И так же, когда он встает, из ее грустно-палейс, это время, когда кокусы и снега планы, вы увидите, первые большие большие буззende ромбельсы влиг. Это часто часто это первое время когда мужчины на моем машине снова в Недерсоне, и даже когда это рок-клотс дает. Чем младше в тот момент, тем больше растений зимующих в километровом гнезде, и нектара, и нидерландов, и нектара за 200-300 долларов. Монокультура начала строить гнездо при увеличении еда, а затем мы переходим к медоносным пчелам. Но потому что это весь полк воздействует в прошлом году, в том числе, и нектар, и нектар, и нидерландов. Мы с вами с демокультура на нем и нектар- и нидерландов с демокультура. Примеры с демокультура можно на высшеме от стойтв pembe и нидерланды в отчете от мокультура. Медоносные пчелы, они живут как суперорганизм. Переходите к следующему. И суперорганизм, они никогда не одиноки. И только один из 20 видов пчел — медоносные пчелы. И потом у нас есть внутри медоносных пчел определенные расы, но все они принадлежат к медоносным пчелам. На самом деле медоносные пчелы — это насекомые, живущие в пещерах, в деревянных пещерах или скальных пещерах. В основном это кустарниковые насекомые. И поскольку их колония растет весной, в определенный момент она разделяется на две или более колоний, и это то, что мы называем раением. Тогда это тот момент, когда они должны разделиться. Но они разделяются и делают это в тот момент, когда через неделю родятся новые королевы. А затем они также остаются с королевой в этой колонии в течение зимы. Итак, вы видите медоносных пчел. У них есть своя королева посреди группы примерно из 20 пчел в течение зимы. Шмели королевы впадают в спячку в одиночестве под землей. А у одиночных пчел нет королевы. Так что зимой их там нет. Они просто живут примерно 6-8 недель в году, у определенного вида, а затем на этот год все заканчивается. Так что это тоже из-за... Следующий слайд, пожалуйста. Из-за того, что эти медоносные пчелы живут вместе, а королева остается на зиму в колонии, им нужен мед, чтобы согреться. Но что еще более важно, она размышляет при температуре около 35 градусов по Цельсию. Так что в колонии медоносных пчел, когда она размышляет, почти так же тепло, как и у нас. И именно для этого им нужен мед. Поэтому они собирают его с прошлогодних цветов. Это пища для фруктов на второе число наступающего Нового года. И потом они интересны своей гибкостью в разделении работы. У них очень строгое разделение работы. Но если окружение, если природа меняется, или если они роятся, тогда они могут вернуться и выполнить ту же задачу, что и в детстве. Итак, если у вас есть рабочая пчела, которая отправляется на корм, она также может снова выполнить задачу покормления молодых личинок, например. И они обходят свое гнездо на 3-5 километров, они ищут цветы и едят все цветы. Они будут подходить к каждому цветку. Так что это основные характеристики медоносных пчел. А затем, когда вы перейдете к следующему слайду, у вас будут эти тропические пчелы без жала. Их насчитывается около 550 видов, и они производят крошечные кусочки меда, и они производят мед в этих больших открытых ячейках, которые вы видите. Может быть, Карло, вы можете перейти к ним с помощью курсора. Да, вы видите на внешней части эти большие ячейки, которые являются их приманками. Это похоже на то, как это делают шмели. И есть только один вид, который может производить до 12 литров меда в год, но это очень нежный и тонкий мед с большим количеством лечебных свойств. Большое вам спасибо. Тогда мы переходим к последней части видео, или ко второй, или к третьей части, но не к последней. Это оттачивание от 3 до 5 километров, и это хумельс и одиночная да. ...и хумельс и хумельс и хумельс. А затем мы переходим к тому, в чём их важность. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Вы были совершенно правы в вопросе викторины, что ни пчёл, ни семян нет. Так что на самом деле 87% старых растений нуждаются в опылении. А цветы — это пища для насекомых, поэтому они дают им пыльцу и нектар. Но тогда вы получаете эти семена, вы получаете генетическое разнообразие путём перекрёстной полонизации. А также эти семена являются пищей для многих, многих животных. И семена, которые становятся растениями, они обеспечивают покрытие земли. Таким образом, они дают охлаждение земле. Они дают это растениям, они ищут хранилище CO2. Они хранят сахар. Они являются непосредственно пищей для животных. Они являются органическим материалом, а затем пищей для почвенных организмов, подобно тому, что делают их корни. Они дают воздух, они помещают его в землю. Они делают почву возможной для хранения воды. Они делают доступными минералы, а также являются органическим материалом для пищевых почвенных организмов. Так что эти растения существуют потому, что там есть пчёлы. И тогда возникнет вопрос, может быть на следующем слайде, а что если там нет пчёл? Кто же тогда главные опылители? Или почему? Нет? Да. Это третий вопрос. Давайте начнём с третьего вопроса. Кто является главным опылителем, когда пчёл нет или до того, как они появились? Итак, до 66 миллионов лет назад, кто был главным опылителем? Так кто же может что-то добавить? Да, именно так. Ветер, ветер. Да, теперь бабочек немного, муравьёв немного, 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 немного. Так почему же муравьи и бабочки не являются главными опылителями? Почему пчёлы являются главными опылителями? Это первый вопрос. Не могли бы вы задать его, а затем ответить в чате. Цифры волосы у них есть. Да, они пушистые. Да. Да. Так это из-за того, что их личинки питаются пыльцой. Да. Так что других нет, никаких мух. Они не едят пыльцу, их личинки. Что касается бабочек, то они не едят пыльцу. Так что пыльцой питаются только пчёлы и их личинки. Так что эти пчёлы-самки просто ищут пищу для своих личинок. Тем временем, с помощью своих пушистых волосков, они опыляют почти все растения. И это было до того, как появились пчёлы. Это было около 60 миллионов лет назад, во времена динозавров. Что в конце эпохи динозавров пчёлы появились во взаимосвязи со своими цветами. А до этого времени опылителем был только ветер. Да. Хорошо, следующий слайд. Да, так что ни пчёл, ни еды. И вы видите здесь пчёл сверху, которые опыляют цветы, а затем они производят плоды, которые едят млекопитающие, плоды, которые едят птицы. А птиц или млекопитающих едят лисы и другие птицы. Итак, вы видите здесь, что пчёлы есть. Следующий слайд, пожалуйста. Пчёлы — это жужжащее сердце. Я скучаю по одной. Пчёлы — это жужжащее сердце природы. А также мы зависим от их опыления, потому что это мы можем есть, когда у нас в изобилии пчелы. А если пчёл нет, то это увидите на следующем слайде, вы увидите это. Таким образом, это огромное сокращение наших продуктов питания без пчёл, потому что две четверти наших продуктов питания зависят от опыления. Таким образом, из каждых четырёх съеденных нами ложек три, как мы думаем, у нас есть благодаря пчёлам. Чтобы вы могли видеть, пожалуйста, следующий слайд. Они являются жужжащим сердцем природы уже более 60 миллионов лет. И им нравятся эти сорняки, травы, местные виды. Они там уже тоже 60 миллионов лет. Так что они не так сильно зависят от посевов и от цветов, которые мы выращивали. Это их не интересует. Следующий, пожалуйста. Но тогда мы в данный момент переживаем невероятное сокращение численности насекомых. Вы видите здесь, на левой стороне, 75-процентное снижение массы насекомых за 27 лет. Это было исследование, проведённое в Германии в природных заповедниках. Таким образом, в более чем 60 заповедниках они подсчитали эту потерю массы насекомых. Так что это включает всех насекомых. И если у нас здесь, в Нидерландах, 55% всех наших пчёл занесены в Красную книгу, то во всём мире это 40%. Так что это невероятный спад, с которым мы сейчас сталкиваемся. Пожалуйста, следующий слайд. И если вы посмотрите на эту обзорную фотографию Стокгольмского центра устойчивости, то вы увидите также, например, по сравнению с изменением климата верхняя красная часть. Вы видите потерю биоразнообразия как невероятную величину, превышающую способность Земли к самовосстановлению. И, может быть, у меня есть к вам короткий вопрос. Так признаёте ли вы потерю биоразнообразия в течение своей жизни? Или вы слышите, как ваши родители говорят о видах, которых вы никогда не видели? Может быть, вы сможете добавить что-нибудь в чат? Да, да, да. Что вы видели? Да. Так что это очень... Я вижу многие да. Но, например, я знаю, что в детстве, когда мы отправлялись в поездку на машине, когда мы возвращались домой, машина была полна мёртвых насекомых, так что нам приходилось её мыть. А теперь вам больше не нужно мыть свою машину, по крайней мере, от этого насекомого. И я также вижу, что, когда я родилась, на лугах было много-много одуванчиков, а теперь их там больше нет. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, у нас есть эти потери из-за сельского хозяйства и того, как мы ведём сельское хозяйство, это индустриализация сельского хозяйства. Когда у нас есть эти монокультуры, между ними больше ничего не растёт. Так что ни трав, ни пятен, где пчёлы могли бы собрать немного пыльцы. Масштабы полей невероятно возросли. Тогда пестициды или гербициды убивают пчёл и растения, удобрения делают невозможным рост многих трав. И я добавлю ещё одно, что 70% сельскохозяйственных угодий принадлежит 1% компаний. Так что нам больше нечего сказать о наших сельскохозяйственных землях. И эти компании делают это для индустриализации сельского хозяйства. Да. Следующий слайд, пожалуйста. Затем мы переходим к тому, что им нужно. Так что всё очень просто, что им нужно. Им нужно то, что нужно всем. Им нужна кровать, и им нужна еда. Им нужна кровать и завтрак. И это нужно им примерно в 500 метрах от места от места. Так что биоазис от биоазис нужно максимум 500 метров, чтобы иметь возможность долететь до другого места. Так что вам нужны также эти зелёные пути между ними, чтобы добраться из одного места в другое. И тогда им нужны цветы в течение всего вегетационного периода. Так что не только весной, но и с ранней весны до осени у них должны быть цветы. И это относится не к одному виду, а ко многим видам, которые там есть. У вас есть эти весенние виды, но у вас есть и осенние виды. Следующий, пожалуйста. А затем они идут и ищут цветы на деревьях, на высоких деревьях, на нижних деревьях, в кустарниках и кустарниках, на лугах, у водоёмов, а также водные растения. Таким образом, они ищут аборигенные виды, и мы можем помочь им в восстановлении экосистем или в сельском хозяйстве, чтобы снова включить этот аборигенный вид и работать во всех слоях природы. И они повсюду. Так что это те слои, которые также используются в пермакультуре или в агролисомелиорации. А вы переходите, пожалуйста, к следующему слайду. И это, по сути, то, что мы должны переоценить местные виды, то, что мы называем сорняками. Они не знают этих слов. Но если вы посмотрите на этот обзор, то увидите травы на лугах в 1950-х годах в Нидерландах. Так, например, в тот момент у вас был белый клевер на 97% всех лугов. Таким образом, у шмелей было невероятное количество цветов, которыми они могли питаться. А на клевере обитает 67 видов насекомых, летающих на клевере. А что касается одуванчика, то более 100 видов питаются клевером. И он также был доступен на 97% всех лугов. Итак, вы видите здесь список основных трав, местных трав, которые были вокруг. Таким образом, вы также можете видеть, что в 50-е годы не было той проблемы с насекомыми, с которой мы сталкиваемся сегодня. И если вы знаете эти местные виды, то также довольно легко обратить ее вспять. Требуется около пяти лет хорошего управления, чтобы вернуть их обратно и заставить эту систему обратить ее вспять. Так что это довольно быстро. Мы можем сделать невероятные объемы. Следующий слайд, пожалуйста. Да, и если вы занимаетесь растенееводством или садоводством, то и вы думаете, что пчелы есть во всех этих слоях природы, вы знаете все принципы агролисомелиорации. То, что вы можете интегрировать на своей ферме, поможет им найти средства к существованию и построить гнезда. Да, следующий. И именно здесь мы работаем с группой фермеров в этой невероятной монокультурной части Нидерландов. И мы вместе с ними изучаем травы, какие произрастают в Нидерландах и где, как их косить и как ухаживать за ними, чтобы получить больше местных видов. Итак, на данный момент мы работаем примерно с 75 километрами лугов вдоль канав, где они начали менять направление и по-другому проводить стрижку, возвращая свой вид. И это работает, и мне приятно быть с ними. И меня вдохновляет то, что они очень преданы проекту. Да, один из них. Я думаю, это то, что я хотела сказать. И после этого у нас есть последняя часть видео. Что нам делать? Это около пяти минут, но у нас тоже есть время. Да, давайте посмотрим видео, а потом вы решите, что хотите делать. А затем мы перейдем к вопросам и ответам. Да. И слива. А это растения из вёспи. Ну а Хонин, Куайлден, Солитёр и Хумельс. Они предназначены для того, чтобы быть барьерами для насекомых. У наркоманов 5,30% всех растений, взятых непосредственно из их период динозавров, были ветром. Это цветущие растения, растения. Это цветущие растения. Это цветущие растения, взятых, 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 взятых. В последние 60 миллионов лет динозавров, это сборно между для насекомых и взятых. И это связано от инвестия в отношении к блоге, взятых, взятых. В этой периоде, это время, когда динозаврова лет, Завод — это залог жизнеспособности нашей экономики. Onwaarschijnlijk intieme relaties. En de solitaire bijen, hommels en honingbijen, zijn dé bestuivers op aarde, omdat zij hun jongkies stuifmeelvoeren. Zo wordt driekwart van al ons voedsel bestoven, waaronder 90 van de meest belangrijke handelsgewassen. Dus bijen zijn niet alleen belangrijke voor onze gezondheid, ze zijn ook nog eens ontzettend belangrijke voor de vitaliteit van onze economie. We hebben dezelfde tijd enorm moeilijk. В Нидерландах и во всем мире около 13% фермеров имеют огромное крыло системы ламбау во время монокультуры, полива и центрального полива. Вы можете сказать, что в Деиндастриала ягненок раум проливается на рулет Волкс. Мы нанесли удар, нанесли удар, и это то, что у нас есть, и полноценное растение, и разнообразие растений, и экосистема. И нанесли, и демаи берем не дают блогу, которые нужны. То есть, что мы должны делать? Мы должны быть готовы для блога, блога, струйки и бома. И это в прошлый год до латерфт. То есть, мы должны быть в виде и рот клавер стоим. Там есть в воде, где все остальные веи, и все остальные веи. И гурили тегель из твоей, и положите их в планты, и вы планируете. И тогда вы увидите, всегда, всегда, когда вы планируете, то есть, когда вы планируете. То есть, они помогают для diversы и облака. Они – это взрослый мир. Они – это взрослый мир. Они – это взрослый мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok